Доброе утро, друзья! Сегодня такой классный день, не могу этим не поделиться. Август. Один день лета, я его уже стала. Судя по прогнозам, больше не намечается. Поэтому я дико-дико рада. Пришла на свое любимое озеро, релаксирую, отдыхаю, учусь. И недавно тут болталась по-другому. Какая-то такая классная мысль, оформленная в голове, была. Решила записать ее и поделиться со всеми. Разговор вообще шел на музыке, о песнях изначально. И началось все именно с этого, с обсуждения к определенной песне, которая понравилась. Я вспомнила, что недавно удалила своего плависта, хочет песенку, которая на самом деле мне сильно нравилась. Чисто в плане львозии, музыки, вот этой какой-то там ритмики, здорово-здорово, долго-долго ее впушила. Песня в стиле бачатой на испанском языке. Она называется «Транс юнейра». Ну, я немножечко испанский изучаю, и какие-то слова я даже, в принципе, с самого начала уже в ней понимала. То, что речь идет о женщине, которая предала. Потом уже чуть позже, когда я основное название песни перевела, «Транс юнейра» переводится как «изменщица». Я подумала, блин, а что я вообще слушаю? Одно дело, я бы себе, если бы я совсем, наверное, не понимала этих испанских слов, их значения. Вот. Хотя, мне кажется, даже этот фактор не оправдывает стоимость самой этой песни. Слушать ее стоит вообще или не стоит? Меня все-таки пришло к выводу то, что такие песни, их, наверное, не стоит слушать. По той простой причине то, что наш мозг, он очень круто умеет все впитывать на бессознательный уровень. И даже все музыки, все эти песни, все видео, кино, фильмы, информацию, которую мы принимаем, она вся нас программирует. Особенно та информация, которая неоднократно повторяется, 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 она очень глубоко заседает в нашем мозге. И наш мир, наше окружающее восприятие, оно формируется на вот этих вот полученных, полученной информации, на этих полученных знаниях отовсюду просто. И даже если ты слушаешь какую-то песенку постоянно, все это очень здорово оседает в твоей голове. И если эта песня какая-то грустная, если взять альтернативную музыку, в пользу суицидальных каких-то песен, то, что все плохо, или какой-то наш русский рэп, то, что там мальчики из подвала, все вокруг шлак, все вокруг ужасно, все мальчики и так далее. Эта информация, она все больше и больше оседает в вашей голове и программирует все ваше восприятие, собственно, действительности непосредственно. И вместо того, чтобы видеть какие-то такие хитрастные вещи вокруг себя, наслаждаться ими, птичек слушать, вы начинаете больше концентрироваться на каких-то именно негативных вещах. То, что, например, Например, на каких-то таких мелочах, ну, может быть, даже и не мелочах, то, что, блин, ну, здесь действительно побывали люди неоднократно, не так давно, и оставили здесь много мусора. Можно сидеть, смотреть на этот мусор и думать больше о том, что, о, боже, какие люди вообще свиньи здесь все засрали, какие они плохие, какие они нехорошие. Мало того, что большей частью все люди, они склонны больше именно думать, обвинять, говорить что-то, возмущаться. Это все именно программируется той же самой информацией, которая приходит извне нас. То есть, ну да, можно посидеть вот здесь, посмотреть то, что здесь есть в кусах мусора, там после шашлыков, что-то погоревшие эти участки. Вот, а можно просто как бы увидеть это, посмотреть и подумать, блин, надо сделать так, чтобы здесь было красивее пойти и пособирать этот мусор. Как бы тоже. Либо вы видите фактор, который вас не устраивает, идете его и справляете. Это ваша привычка определенная, которая начинает формироваться даже на таких мелочах. Либо вы просто сидите тупо и обвиняете всех и вся, весь мир в том, что здесь не так идеально, как бы вам хотелось. Вот это одна часть той мысли, которая у меня пришла по поводу этих песен. Вообще, стоит их слушать или не стоит. Насколько наш мозг программируется от всей этой входящей информации. Второе. Второе. Дальше. Еще такие моменты. Как бы хорошо это все можно увидеть на примере наших малышей, маленьких-маленьких детей и на примере наших старичков. Их действия все, их мозг, он заточен на вообще прямое впитывание информации. Наверняка там есть у кого дети замечали, может там племянники, какие-то еще там. Наверняка практически все общались с маленькими детьми и видят, насколько они легко, быстро впитывают всю информацию. То есть мне то же самое там, если, например, ребенку по телевизору включить какую-то рекламу, он быстро узнает, что такое Данон и начнет там песенки какие-то петь из этого Данона. То есть он быстро воспринимает, запоминает эту информацию и начинает ее тут же выдавать. Также там, если он там 130 раз скажет слово «мама», он там через какое-то время начинает говорить то же самое «мама». Вот, он получил эту информацию, он ее впитал, и он ее тут же таким же образом, никак неизмененным, не прошедшим через какой-то разум сознание, он ее выдает как есть. Мало того, что она там еще больше и больше оседает в его голове, в таком именно чистом виде, в котором она есть, это без всяких фильтров разума, так как еще эти думки у него и аналитика не сформированы, он как все воспринял, так оно все у него там откладывается, точно так же прямым образом он выдает в своей жизни. И у него о жизни складывается такое же впечатление на фоне полученного информационного опыта, вот этого вот, который там с телек идет, который идет от родителей, который идет из сказок, который мы им читаем и так далее и тому подобное. Также и у старичков, у старичков тоже, у них как бы в преклонном возрасте чуть хуже начинает работать вот эта вот часть разумная, и они тоже очень легко всю информацию, которую получают, они впитывают прям на бессознательное, прямым путем, грубо говоря, и начинается свой мир как бы воспринимать именно с полученной информацией. Я заметила, наблюдая за своими там старичками, как они там смотрят вот эти вот любители криминальных сериалов. Моя прабабушка, старшаяся интересная, благодарю ее вообще за все то, чему она меня научила. Смотрела, очень любила эти сериальчики, там про убийства, страсти и так далее и тому подобное. И потом просто у нее вот сформировался такой определенный стереотип, то, что вокруг нее вот это вот в мире происходит бесконечно, и с ней тоже это может случиться. Она там запирала двери все обязательно, как бы, она боялась, что кто-то придет, кто ее грабит, кто ее убьет, там кто-то строит какие-то козни против нее. Хотя в действительности такого как бы даже близко не было. мало того, то, что есть еще такой более эзотеричный фактор, как бы то, о чем мы думаем, то, о чем мы думаем, и чем чаще мы об этом думаем, и чем более мы в этом убеждены, мы все больше и больше притягиваем это в свою жизнь. Вот, несомненно. То есть, если вы там полностью поглощены какими-то определенными страхами, вы обязательно столкнетесь в своей жизни с тем, чего вы больше всего боитесь. И, собственно, такие какие-то определенные выводы из всего этого, то, что, наверное, нужно по максимуму фильтровать ту информацию, которую мы впускаем в свой мозг, в свое бессознательное, в чем мы себя убеждаем, можно так сказать. Потому что, если вы там какую-то фразу определенную прослушаете сто раз, там, я не знаю, или тысячу раз, то, скорее всего, вы убедитесь в этом. Вы и сами себя в этом убедитесь. Это так называемая еще работа с информацией. Вы, может, тоже слышали то, что, как бы, если вы чего-то хотите, то нужно оформить эту конкретную определенную мысль, выразить ее там понятными вам словами и постоянно себе там повторять эту аффирмацию, убеждать себя в этом. Ваш мозг сначала воспримет эту информацию, когда на это что-то там умнее будет, там новый классный красный кабриолет. Так ты говоришь каждый день, каждый день, каждый день. Потом, собственно, когда у тебя впадает это на бессознательное, с тех уже, с тех уровней начинает идти обратка, и ты уже начинаешь даже какие-то определенные свои действия подстраивать, даже в неком плане неосознанно подстраивать под ту ситуацию, когда загаданная тобой желание, оно просто, оно просто осуществится. То есть у тебя появится такое желание, такое намерение иметь этот красный кабриолет, и ты уже начнешь больше и больше и больше делать каких-то определенных вещей, шагов, чтобы осуществить это свое определенное намерение. Вот так, собственно, это работает. Так работают аффирмации, и так же работает вся полученная информация извне. То есть если вы смотрите, любите фильмы ужасов, страсти, развраты, вы, собственно, программируете себя на то, что в этом мире это все есть, существует, это очень близко, и все ближе и ближе, это становится к вам. чем больше вы смотрите таких фильмов, чем больше вы принимаете такой информации, волей-неволей, ваше бессознательное, оно вас подталкивает к каким-то таким определенным действиям, в которых вы можете оказаться в данной ситуации. То есть, например, если вы любите смотреть какие-то передачи про авиакатастрофы, про, собственно, автомобильные катастрофы, в итоге может произойти так, то, что вы просто притянете к себе данную ситуацию. То есть, это работает даже не на каком-то эзотеричном уровне, а работает именно вот ваша психология. Вы просто начинаете рисковать больше в вашей жизни и как-то вот подставлять себя под определенные риски и ситуации криминальные, они просто придут к вам. И, наконец, блин, ребятки, мой совет вообще всем и вся окружать себя максимально позитивом и в информационном плане тоже. Если вы хотите быть счастливее, притягивать к себе максимум счастья и позитива, окружайте себя этими самыми позитивными вещами. А если в вашей жизни встречается какой-то определенный негатив, не раздувайте из этого какую-то катастрофу и прекратите говорить очень много разных плохих слов об этих плохих ситуациях, потому что это бесполезно. Либо вы не болтаете просто так, вы идете и что-то делаете, как-то это исправляете, так, чтобы это стало лучше в данный момент. Либо же вы просто не болтаете, а подворачиваетесь и идете дальше. таки.